Признание военных преступников, фальсификация на выборах Госдумы и наказание для бывших российских пропагандистов обсудим с российским политическим деятелем, адвокатом Марк Фегин в нашем эфире. Марк Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать. Марк Захарович, в этой книге, для названия которой автор выбрал современную российскую свастику, десантник признается, что во время вторжения он готов был стрелять по гражданским, потому что они представляли собой опасность из украинских домов. Также он пишет следующее, процитирую, появляется какая-то злость на гражданских людей. Я понимаю, что мы тут не званные гости, но для их же безопасности им лучше держаться от нас подальше. Как считаете, эти мемуары важны как доказательства военных преступлений в будущем, в судах? Ну, бог знает, бог знает, что там вообще во всей этой книге содержится, и не очень понятно последствия. Всего опубликованного, да? Потому что в Москве такие вещи не любят, на самом деле. То есть они не очень склонны давать ход разного рода такой информации. Даже если она в эпистолярном виде выходит, всегда можно спрятаться, что это художественный вымысль. То есть вы намекаете на то, что этот так называемый писатель выжил на фронте, но теперь, возможно, будут проблемы в тылу? Ну, вот не знаю, что там подробности, какие детали книги, но если в ней есть откровения такого рода, которые изобличают российскую власть, то я думаю, конечно, с ним поговорят. То есть и как-то что за книга, как вышла и так далее будут заниматься. Потому что у любого такого публичного внимания есть отрицательные коннотации, да? Ну, то есть, грубо говоря, вот представьте, вот этот, который отвечал за кастрацию и убийство военнослужащего СУ, тоже захочешь книгу воспоминаний написать. То есть там такое не любят, потому что в России не про это. Там даже выбегающих из строя, так сказать, активистов за войну, тоже, знаете, берут наряду с теми, которых выступают против нее. Ну, может быть, не наказывают. То есть все должно быть гладко, все должно быть тихо, потому что на самом деле нарративы создает сам Кремль, сами его обслуживающие персоналы администрации, те, кто отвечает за пропаганду и так далее. Им вот подобного рода источники не нужны. Но может что-то меняется? Может что-то меняется? И уже военные даже пишут, позволяет себе такую дерзость и смелость. Ну, понимаете, вот даже если судить по тому содержанию, которое вы процитировали, то явно в нем есть тот важный, непреложный, точнее, факт, что никто их в Украине не хочет. То есть они признают, что это население враждебно. То есть это полноценная оккупация. Окупация как раз и характеризуется тем, что это не освобождение, это именно оккупация. То есть людей переводят в разряд подневольного населения оккупированной территории и заставляют принять новую власть. Марк Закарович, вы абсолютно правы, потому что вот кроме всего того, что мы уже, о чем мы говорили, этот десантник пишет о причинах неудач российской армии. И первое главное, о которой он говорит, это цитата. Мы не имели морального права нападать на другую страну. Вторая была, нельзя было бить по городам утром 24 февраля. Считают, что после этого их и не встречали с хлебом с солью. И третья причина, которую он указывает, это коррупция, морально-техническое устаревание армии. Вот такие его мысли. А вот как вы считаете? Этот товарищ, он мелькнул на канале у Осечкина. Я видел на ГУЛАГ. Нет, он ожидал какое-то там ему интервью и так далее. Но если это не какая-то разводка, если это реальный участник боевых действий, если он реально написал книгу, то судьба его, если он находится в России, я не знаю, он в России или находится, или он покинул уже территорию Российской Федерации, за такое, мягко говоря, по головке не погладит. Понимаете, тут может быть какая-то долгоиграющая операция. Мы попытались такого изобразить, там создали легенду, и такого нельзя исключать. Но если он реально написал такую книгу со всеми тем, что изложил, и если он продолжает находиться в России, то, конечно, у него, у этой модели цикл недолгий, я бы так сказал. Хорошо. А если он, допустим, не настоящий военнослужащий, но написал эту книгу, использовал эти все символы современные России, является россиянином, и сейчас уже, по сути, пропагандирует эту книгу в сети, раздавая интервью, тоже будут вопросы? Ну, так я и говорю, настоящий он или легендированный. Вот это очень важно. Я, у меня нет времени все отсматривать, и если действительно он тот, кто он есть, тот, за кого он себя выдает, и однозначно спецслужбы ФСБ, у них есть целый департамент контрразведки армейской и так далее, они как раз занимаются такими вот разного рода инсургентами среди армии и так далее, они им займутся. Они будут выяснять, что и как это обязательно, это неизбежно. Слушайте, мы тут думали свой мой мерч выпустить, только попытались, в России я имею в виду. Украина говорит, так там вообще такое творится, вы что, там за кружками собираются бегать, вдогонку, чтобы, не дай бог. А уж про такую книгу, которая вот так все рисует, и о коррупции, и о бомбежке городов. Видите, он, Путин же, как и все они повторяют, что, типа, мы с местным населением не воюем, наши обстрелы только по военным объектам. Ну, во-первых, какой дурак в это поверит, а во-вторых, ну, как бы, если сами вы на случай будете говорить, да, мы бомбим, убиваем и так далее, ну, так отчего будут стоить все эти заявления, еще и дополнительно при этом аргументе, при этом доказательстве. Так что это очень болезненная штука, на самом деле. Издание «Медуза» сегодня пишет о том, что на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го в урны для голосования были вброшены дополнительные 17 миллионов голосов, по сути, от несуществующих этих избирателей. Это удалось узнать благодаря огромному видеоархиву, который оказался в руках исследователей. В анализе помогал и искусственный интеллект-рейтинг. Расскажу чуть-чуть. Программа на базе нейронных сетей умеет распознавать урну на участке и считать людей, которые к ней подходят. Получается, выбор сфальсифицированный, а Госдума нелегитимна. Или это уже не новость для России? Не, вообще не новость. Вообще не новость. Даже те, кто плетутся к этим урнам, уж не знаю, работодателей заставляют или как там участковые организовывают, все все прекрасно понимают. В этом и особенность, феномен этой системы, что сказать о том, что они не понимают, что власть вообще нелегитимна, коррумпированная, и что она вообще никак не представляет народ и никак с ним не связана, для них не новость. Понимаете? Для них не новость. Потому что на самом деле это отдаление власти и ее дистанция от ревального народа, она же не секрет ни для кого. Все это все прекрасно понимают. Другой вопрос, тем не менее, продолжает эту власть поддерживать, ассоциируя с ней вот то, что говорит Путин, то, что делает верховное лицо, которое призывает к всему тому, что публично декларируется это восстановление империи, восстановление Советского Союза. И как бы вот местный начальник, а их поругивают и ненавидят, и понимают, что вор, жулик, извращенец, какой-нибудь районной администрации, городской, областной. Но тот, кто находится на высшем уровне, почему-то находится вне зоны негативной критики. Понимаете? Какой-то такой с пониманием, что у власти на самом верху первое лицо гораздо хуже вашего распоследнего жуликово-районного, который худо-бедно, но не отдает приказы об убийствах тысяч людей. А этот им занимается. Но повторяю, что это не новость. Они сейчас опробируют уже вот это дистанционное электронное голосование, чтобы вообще не было вот этой физической надобности фальсифицировать, вкидывать вот так вот бюллетенчики. Это возни много. Это внизу этим занимается местное начальство. У этого много следов остается, и это как бы некомфортно. Сейчас они говорят как? Будем по интернету все голосовать. Везде и на выборы 24-го года. У нас по прогнозам, говорят они, до 60-70% проголосуют через интернет. Что такое интернет? Ну, это... Естественно, никто не голосует, они просто объявляют результат. Никаких тебе кабинок, физического присутствия, видеокамер? Ничего. Просто ничего. И просто они объявляют результат. Через интернет проголосовал 70%. Все 100 за, значит, Путина. Или за, так сказать, присоединение Запорожья и Херсона к Москве. Нет выборов. Нет самой процедуры. Нет ничего, что имманентно. Потому что это две разных вещи. Выборы и голосование. Голосование – это опускание бюллетеней. Выборы – это процесс. Он включает в себя голосование. Но это шире понятие, потому что он включает в себя свободную прессу, конкуренцию партий, наблюдателей, значит, участие в избирательных комиссиях, представителей, кандидатов, представителей, партийных организаций. Этого ничего нет, понимаете? Выборов нет. А голосование, опускание физическое, вот эта вот сама процедура опускания бюллетеней, она ничего не стоит при отсутствии этого. Так они избавляются сейчас уже от последнего, от голосования. Марк Захарович, а вот россиянам как будут? Они воспримут это «Ай, да хорошо, в телефоне проголосовал, никуда не пошел?» Да, безразлично воспринимают. Это уже было в сентябре, было ведь частью голосования и дистанционное. Оно в Москве осуществлялось пилотное и там достаточно значительное число проголосований, конечно, все сфотифицировали, вот просто сказали, там все проголосовали за Единую Россию, но россияне, а что, они же не вышли, не взбунтовались, не повесили на заборах вот этих всех представителей Единой России. значит, их все устраивает, просто, ну, роптание по квартирам или там какой-то гул, недовольство, он не в счет, потому что, если ты ничего не предпринимаешь, ну, значит, все, оно так и будет дальше. Марк Захарович, а поделитесь своей точкой зрения о возможном включении в седьмой пакет санкций против России запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Этим уже обеспокоены многие россияне, в частности, и те, кто выступает против войны, и помнится, ранее в Вильнюсе уже даже обсуждалось о создании некого документа хорошего русского. Но они уже благополучно забыли, они поговорили, поговорили, и вы знаете, как россиянин, я, может, не в восторге от всего этого, но я понимаю, что это неотвратимо, что это неизбежно. Чем дольше идет война, вам может нравиться, вам может не нравиться, но это будет происходить. Запад принял концепцию защиты себя от России как таковой. Не просто от Путина кровавого и от его окружения, от его армии и так далее, а от России, потому что очень сложно, очень сложно отслоить, отделить одно от другого, понимаете, для этого нужен какой-то невероятный аппарат. Вот я в Европе нахожусь, да, я специально начал изучать, а что из себя представляет контрразведательное сообщество в Европе. Слушайте, это вообще смехотворно. В Германии несколько человек в БНД, во Франции, ну да, там есть Сюрте, полиция выполняет какой-то функционал, но это тысячи людей, понимаете, ну, в лучшем случае, там, ну, несколько десятков тысяч и так далее. Реально, контрразведательные работы, работы по предотвращению, значит, инфильтрации, чего-то еще, занимаются единицы. И это с аппаратом, несопоставимым из корпуса спецслужб России, где только в одном ФСБ, помимо всех остальных спецслужб, по разному оценку, от 70 до 100 тысяч, только кадровых сотрудников. Разные цифры называют, она засекреченная цифра, ну, так называют. То есть, вы понимаете, насколько все это несопоставимо, все вот вместе. То, чем обладает ресурсом Москва, и то, чем обладают это западные страны в зоне Шенгена, Евросоюза, они не в состоянии этот поток туристический прежде всего отфильтровать. Плюс тут есть еще и боковой перпендикуляр, я очень понимаю, страны Балтии, они ведь что говорят? Вот Кая Калос, премьер-министр Эстонии и другие, они говорят, послушайте, вы продолжаете выдавать шенгенские визы, но вы запретили все полеты. Никто не летает ни из России, ни в Россию. То есть, естественно, дураку понятно, что в Финляндию, в ту же Эстонию, там в другие страны Балтии, приезжают люди с шенгенским визой, как вы их можете не пустить? Они на законных основаниях пересекают эту границу и оттуда уже, в свою очередь, летят дальше. Напряжение невероятное, отфильтровать невозможно. Летят ли это сотрудники ФСБ, не ФСБ. Откуда такие силы у маленькой Эстонии той же? То есть, это еще и объективная необходимость для того, чтобы не допустить разрастания всей этой опухоли на территорию западных стран, ну, Европу, скажем, шире. И ровно поэтому эти меры предпринимаются. То есть, они носят утилитарный характер. Запад пытается защититься. Нравится это, не нравится, возмущает это, не возмущает. Но это будет делаться, понимаете? Ничего с этим сделать нельзя, только одно, избавиться от Путина и прекратить войну. Тогда это можно остановить. Да, я думаю, что в этом пакете вряд ли будут какие-то такие глобальные меры. Я имею в виду, все визовые ограничения ведут разом, да? Но какие-то меры в виде компромисса обязательно будут приняты по отношению к каким-то категориям. И они явно будут ограничены в выдаче виз, там, не знаю, силовиков каких-то, еще что-нибудь. Вот определенной категории чиновников, наверное, не смогут больше ездить в Европу. Мне так кажется. Но это будет... Проба пера будет такая, да? Да, и это будет такой тест. Как это все происходит? С другой стороны, накаляться будет ситуация внутри России. Ведь люди, которые хотели уехать, которые не согласны, которым некомфортно, мягко говоря, которые устали бояться, которые устали проглатывать вот эти вот бюллетени, которые из-за них бросают, и потом появляется какой-то вождь в стране. Они будут все закрыты. Это как... Я не знаю, с чем это сравнить. Внутри ведь атмосфера, накал будет увеличиваться. Может быть, таким образом и провоцируется ситуация невольно, достигая там одних целей за границей внутри России. Будет... Какая-то невозможная ситуация возникнет. И крышку может сорвать просто. Вот, знаете, во-первых, я отвечу на следующий вопрос. Вот они хотят уехать, и Запад проклятый им не дает выехать. Ну, потенциально сейчас, пожалуйста, получай визу, езжай. Просто есть проблемы с получением. Блин, страны уже начинают закрывать эту возможность. И консульцы не выдают этих виз в той же Эстонии, в Польше, насколько я понимаю. Я могу живаться в Болгарии, в Финляндии и так далее. Но вот какие-то страны потихоньку уже начинают реализовывать эту политику. А проблема в том, что визовые ограничения это не единственная проблема. Сама Россия начинает создавать барьеры к свободному выезду. Особенно вот той категории, о которой вы сказали. То есть там, прямо в аэропортах, ВСБшники допрашивают, оперативники, молодых людей, например, что вы едете, а как вы к Путину относитесь, а давайте на камеру что-нибудь запишите, уже начинается работа по формированию выездных разрешительных документов. Она вовсю идет. Они собираются внести изменения в закон о гражданстве, в закон о выезде и въезде. Ну, во весь корпус законодательства, который регулирует свободный выезд граждан, который гарантирует, кстати сказать, конституцию Российской Федерации. То есть это процесс двусторонний. И даже если Запад оставит возможность получить визу, я вас уверяю, в ближайший год максимум полтора Россия создаст какой-то орган, ну, видимо, поручит миграционной службе, выдавать, как в советские годы, в авире разрешение на выезд. И все вернется по советским правилам, понимаете. И претензии эти к Западу, они очень комфортны. Ну, мы-то ввели-то, потому что Запад это вел, понимаете, прикрываясь просто пропагандистки именно этим. Теперь, что касается, значит, котел и крышки. Я думаю, что это не поможет, потому что даже если усиливать напряжение, то та категория, о которой вы говорите, они вот с той системой, которая уже сложилась в России, а это по существу, за мелкими вычетами, это уже вполне тоталитарная совершенно система. Такой концлагерь, лайт, пока еще лайт, пока остаются вот эти две последних свободы, это интернет, пусть и даже ограничено, но все-таки интернет, и свобода выезда и въезда. Как только их не станет, это точно абсолютно тоталитарный концлагерь. Там могут быть побогаче, может быть, победнее, там Северная Корея победнее, Москва побогаче, но это точно уже будет последним актом. В этих условиях, вот те, о которых вы говорите, сил для возмущения или для аккумуляции протеста не имеют. Это в основном городская урбанизированная среда, молодежь, интеллигенция, они все-таки не могут стать аккумулятором от процесса протеста, не имеют. Это в основном городская урбанизированная среда, молодежь, интеллигенция, они все-таки не могут стать аккумулятором от процесса, они могут стать определенным ферментом, но все-таки движущей силы по-настоящему нет. Самая страшная движущая сила это страх. И если будут так продолжать неудачно курить российские военные, как покурили на этой неделе на военном аэродроме в Крыму, и люди воочию увидели, что война это реально, что война это страшно, и что хочется бежать, может быть, все это как-то да и сорвет крышку в этом котле. Посмотрим. Спасибо, Марк. Марк Фейгин был с нами на связи, российский политический деятель, адвокат.